Вид отсюда шикарный! Кстати, сегодня 31 декабря, между прочим, граждане. Думаем, в чем справлять будем Новый год. Так как год собаки, нужен, значит, цвет какой-нибудь собачьи. Главное, в будке не уснуть. Ну что, пока наши гонщики делают покупки и готовятся к торжественному старту, я предлагаю буквально на секундочку забежать в Монако. У Монако проходит самая крутая трасса Формулы-1. Перекрываются движения, и они гоняют. Нужно пройтись, хотя бы, я не знаю, поцеловать этот асфальт, потому что я с детства помню эти кадры, как какой-нибудь шумахер проносится мимо вот этих маленьких домиков, мимо этого колеса обозрения. Старт Африки Эко-Рейс проходит в Монако не случайно. Это давняя мечта Жан-Луи Шлисера, многократного победителя Африки Эко-Рейс. А сейчас, когда он закончил карьеру несколько лет назад, он один из организаторов гонки. Так вот, он именно хотел, чтобы не в Париже, не в Ницце, а именно в Монако гонщики выкатывались на торжественный стах. Вот такая у него была мечта. Вот это именно и есть тот самый асфальт, по которому гоняют гонщики Формулы-1. На одном из самых престижных этапов Формулы, которые проходят в Монте-Карло. Здесь и памятник есть. Посмотрим. Mercedes-Benz. Где только не был Супротек. И в Китае, и на Эвересте, и на Северном полюсе. Но на трассе Формулы-1 не был никогда. Вот сейчас мы в Монако, и теперь он был и тут. А это балкон, на котором князь Монако смотрит за Формулой-1. Вид отсюда шикарный. Обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях. И я продолжу рассказывать о тех странах, в которых мы побываем. А их еще будет как минимум три. Я, конечно, дико хочу общаться с российскими экипажами. Вот, например, машина Алексея Титова. Чемпион России 2017. И Андрей Руссов его штурмом. Ну, какие планы? Добраться до финиша. То есть, а победить в Т-2? Добраться до финиша. Добраться до финиша одним куском с минимальным количеством пенализации. Это задача минимума. Задача максимума не последним. А вот еще один российский экипаж. Это машина Виктора Хорошавцева. Ее арендовали Денис Кросов и Дмитрий Цыро. И в этом году будут штурмовать Африку, дебютировать. Вот и Роман. Помните, он рассказывал вам про BMW X3? Всем очень понравился ролик. Отлично. Я очень рад. А вам-то понравился? Мне, конечно. О, Сергей Белостоцкий. Здравствуйте. Привет. С новым годом, выступающим. Чтоб у вас было все хорошо. Зашибись, и так и будет. Поверьте. Спасибо. Я узнавал. X-Road Media тоже рассказывает про ралли-рейды. Правда, мы-то рассказываем всего полтора года, а он рассказывает про них уже очень-очень много лет. Гонщик из России Дмитрий Огошков. Вы уже второй год подряд же едете? Третий. Третий. И как? Насколько это тяжело? Да нормально, все по силам, в общем. Серьезно? Да-да. Блин, как можно возвращаться и возвращаться вот в такую тяжелейшую гонку? Ну, конечно. Есть такая зараза, да, поэтому всегда хочется вернуться. А был бы здесь Михаил Мулюкин, он бы задержал все эти грузовиков подольше, чем я, потому что он в них разбирается, посвятил им всю жизнь. Но посмотрите, какие красавцы. Даже меня они впечатляют. Некоторые из них, кстати, я уже видел на шелковом пути. Камазы в этот раз предпочли Африке и ХРС Дакар. В прошлом году они выступали и там, и там, и там, и там. Кстати, победили. В этом году выбрали Дакар. Автомобиль Владимира Васильева, Константин Жильцов. Слушайте, а про герои вы слышали уже, что он хочет объехать вас и мне интересно ехать в ТА-4 хочет победить в другом салюте. Как вы оцениваете его шансы? У всех есть шансы, поэтому вы используете все шансы, а там дальше трасса рассудит. Здесь дико шумно. Это минус работы на GoPro. Снято просто на GoPro без микрофона. Звук идет через защитный корпус, поэтому ну извините, но это походное видео. Они таковыми и должны быть. А по приезду в Питер мы естественно заварганим отличный фильм с хорошим искусством о том, как что такое Африка. Мужик совет? Да. Как расположить флаг? А вы не будете выходить, чтобы его натянуть прямо на лбовухе? Вы хотите прямо выехать с ним? А, подожди, а если его вот так закрепить, выехать вот так? Подумаешь, мне не видно будет? Подумаешь, не видно? Подумаешь, демнемся с подиума. Мы же медийный проект. Все за лайки. Сама главная туда же ехать. Российская суперразработка. Анфибия. Всплываем в Дакаре. Вот это как раз таки торжественный подиум, на который сейчас наши пилоты идут торжественно сфотографироваться. Ребята, круто! Едем на подиум. Ну что, поехали! Начинается Африка! Удачи давай! Субтитры создавал DimaTorzok Первые километры Африки Экорейс начинают наматываться на счетчики Барса. Пока это Франция, но сегодня первый прогон на боевой машине без всяких прицепов. Трисос лишних километров до Форт-де-Се, где Барс погрузится на паром. И за два дня мы будем плыть в сторону Африки. Куча машин и больше ста только участников пытаются въехать на один паром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok